Музыка Меня зовут Михаил Левин, позитив технологии, я заместитель директора эксперт-секрет-центра. В стенд-оффе я отвечаю за подбор команд нападающих. Можно было просто отправить заявку, это была абсолютно открытая форма регистрации, где нужно было указать просто название, контакт для связи и краткое описание. Просто, чтобы можно было как-то выбирать. Естественно, в первую очередь мы допускали до соревнований тех, кто уже зарекомендовал себя на предыдущих стенд-оффах. Таких набралось примерно 15 команд. Которые явно могли дать нам какой-то экшен в этом соревновании. Ну и оставшиеся 15 мест плюс-минус пытались распределить между студентами, профессионалами, просто интересующимися энтузиастами, для того, чтобы всем дать возможность попробовать. Мы взаимодействовали удаленно, и знать, кто там на том конце мы не можем. Если это, опять же, известная команда, она, возможно, участвовала в каких-то других соревнованиях, CTF-ах, то мы смотрели на их публичную историю, то, как они выступали. Если это профессиональная команда red-тимеров или пентестеров, мы, опять же, их либо прекрасно знаем, либо можем совершенно спокойно посмотреть и протрекать их историю, проектов, возможно, и оценить каким-то образом. Все новички стенд-оффи, они всегда в первое время теряются, потому что стенд-офф сильно отличается от обычных соревнований, таких как CTF, он совершенно другой, и здесь нужно использовать совершенно другие подходы и методы для того, чтобы достичь успеха. И как только они понимают, как это нужно делать и как вообще нужно в это играть, то они уже начинают выступать гораздо лучше. Даже если мы говорим про профессиональных пентестеров, то чаще всего в их реальной жизни, в их практике рабочей они не сталкиваются с сопротивлением, они не сталкиваются именно с противостоянием. И здесь их ожидает именно вот такой жесткий отпор, потому что защитники не дремлят, защитники знают, что их будут ломать, они знают в большинстве случаев с какой стороны и как в первую очередь их будут ломать. Поэтому нашим участникам со стороны red-тима нужно быть максимально незаметным, наверное, для того, чтобы преуспеть. Конечно, это опыт, навыки, для кого-то пиар, для кого-то тимбилдинг. Каждый находит для себя что-то. И у всех команд на самом деле это разные какие-то вещи. Тем более, что в этом году это и нормальный денежный приз, который мы подарим первым трем местам. Поэтому кто-то борется и за деньги. Мы наблюдаем за всем этим противостоянием при помощи наших продуктов, наших инструментов и нашими людьми. И точно так же набираемся опыта. Мы смотрим на разные подходы, как со стороны атаки, так и со стороны защиты. Понимаем, какие из них работают лучше, какие хуже. И, естественно, привносим эту экспертизу дальше в свою работу, в свои продукты. Конечно, это в первую очередь сумасшедший проект, который нужно сделать. Ну и это некий ребенок, наверное, который рос на глазах и дошел до того уровня, на котором он сейчас находится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова